Друзья, с вами Алена Самсонова, практикующий психолог. И сегодня у нас с вами вебинар на тему, как пережить горе, как пережить такую сложность, когда вы сталкиваетесь с какой-то потерей, длительной травмой, психотравмирующим опытом, либо каким-то из состояний, которое заставляет ломаться ваше тело, вашу психику и изнутри поглощает всю вашу энергию. И так бывает, если вы действительно встретились с каким-то опытом, который не под силу вашему физическому, эмоциональному сознанию и подсознанию, грубо говоря. Мы с вами сосредоточимся сегодня на нескольких стадиях, чтобы вы понимали, что действительно такое горе, а что действительно может быть просто шок, либо какая-то информация, которая не подходит вашему телу, вашей психике и заставляет вас испытывать некую сложность. Стадии горя – это первое. Шок, и в него входит оцепенение, непонимание, что происходит, где, кто я, деперсонализация, разотождествление себя с неким симптомом, состоянием, ситуацией. И первым хочется что-то такое сделать, чтобы переключиться. И если мы говорим с вами про травму, потери близкого, ближнего человека, то рекомендую в эти моменты быть максимально сосредоточенным на других людях, либо включить их по возможности в свою жизнь. И эта стадия обычно проходит до примерно 14 дней. Далее что происходит – это отрицание, уже непонимание, что произошло. Но тело и подсознание все это отрицает, не воспринимает. И иногда может в эти моменты вам казаться, что вы, например, слышите голос человека, который умер, либо он вам может мерещиться, если это действительно была потеря. И здесь вам в помощь разговор с близким, разговоры с психологом. И этот этап в основном длится до полутора месяцев. Представьте себе, полтора месяца вы находитесь в этом состоянии. Стадия отрицания, когда вы просто не принимаете и уходите своей психикой от того момента, что этого не могло случиться, этого не может быть, это не со мной, я не готов. И вот это все проживается до полутора месяцев. И такая третья стадия – возникает жуткая боль. И принятие потери. То есть вы начинаете осознавать, что что-то такое случилось. И это действительно вызывает у вас взрыв эмоций и боль, словно физическую, которая может перейти реально в психосоматику, если вы не сумеете вовремя развернуть этот корабль. Волнообразное состояние – то отпускает, то снова накидывается, то отпускает, то накидывается, накрывает. И в этом состоянии у многих просто появляется бессилие, их срубает. У них возникает чувство того, что это никогда в их жизни не закончится, и этот ужас будет продолжаться. И возникают мысли – это со мной будет вечно, это то, что уже происходит долгое время, и я не справлюсь. И в эти моменты самое главное, что нужно сделать – не подавлять эту историю, а проживать. Проживать и давать этим мыслям быть, давать этим чувствам быть и наблюдать за ними. Если вы эмоционально не будете так сильно включаться в то, что у вас болит нога, а будете смещать вектор внимания, то она будет болеть, но будет болеть не так интенсивно, а менее. И учиться жить по-новому в этот этап – это важно. Представьте, что вы потеряли свою ногу, представьте, что вы сейчас с одной, и некоторым приходится действительно учиться без момента того, что называется «я могу». Облегчение. Полное принятие ситуации и выстраивание жизни, в которой идет привыкание. Есть ощущение, что «я могу с этим справиться», и это происходит до года. Полное принятие ситуации, полное выстраивание жизни, привыкание – это уже огромный-огромный шаг в тот мир, где вы понимаете, что «фух, наконец-то облегчение». Далее стадия повторения. Повторение, которое снова включает старую программу. Некий откат, некая история, интенсивность которой может быть достаточно длительна на протяжении второго года. И вы научились в эти моменты не впадать в отчаяние и продолжать действовать, действовать и действовать. На всем протяжении этой истории вам очень важно соблюдать некие принципы заботы о себе. Здоровый сон, здоровая еда, больше воздуха, больше отдыха, медитации, расслабления, общения и включения в свою жизнь других людей. Это все идеальная инструкция, которая может быть сработает, а может быть уже работает, но, к сожалению, в жизни так редко бывает. Поэтому вам очень часто нужно быстренько переформатировать тот опыт, который у вас есть и перепрыгивать с пункта на пункт. Самое главное это не застревание, а переход из одного, из точки А в точку Б, в точку С. И как я назвала, каждый этап вы осознанно проживаете. И обладая той информацией, которую я для вас сегодня дала, а это базовая информация, без которой вы просто не понимаете, что с вами происходит, она очень поможет вам понять и прожить тот этап, в котором вы находитесь. Еще раз повторяем с вами этапы. Первое это шок и это норма, что вы в абстракции, в оцепенении, вы можете вообще ловить деперсонализацию, то есть отключается ваше сознание, вам может что-то мерещится от того, что такая травма для вас сильна, от того, что вы лично не можете ее пережить. Далее это отрицание, когда вы уже просто не понимаете, что произошло, но тело и подсознание все это отрицает. И полтора месяца мы помним с вами. Принятие, потеря, боль, в которой вы испытываете чувство вины, агрессию, и вы это все проживаете, проживаете, проживаете. А потом облегчение. И облегчение стадия, в которой вы чувствуете, что вот вроде бы отпустила. Потом повторение, то есть на втором году может снова возобновляться та симптоматика, которая была столь ужасна и переживалась так интенсивно первые годы. И далее вы просто потихонечку, потихонечку заботитесь о себе. В следующих моих видео я обязательно сниму подробнее про проживание горя, как можно его быстрее прожить, как можно быстрее это все забыть, переключиться и жить осознанно, намеренно, с внутренней такой уверенностью. Друзья, с вами была Алена Самсонова, практикующий психолог. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, приходите на консультации, семинары, индивидуальные лекции и базовые решения ваших личных вопросов.